К 178-му дню рождения города в Сочи объявлена масса различных конкурсов, в том числе и на лучшую благоустроенную территорию. Самый чистый и благоустроенный двор получит денежное вознаграждение. Отличившемуся председателю ТОС мэр пообещал награду, гарантирующую ежемесячную доплату в размере 4000 рублей. Но помимо поощрения лучших, отметят на дне города и недобросовестных общественников. Для безучастных к жизни родного города готовят особенные подарки. Организаторы праздника не исключают, что это могут быть мешки с мусором или веники. Мои инспекторские проверки, которые я сделал по улице Альпийской, Туапсинской, потом это вот завокзальный район, потом я на Донскую пошел, меня привели в ужас. Мы вернулись туда, мы вернулись в 2013 год, мы вернулись в 2009 год. Санитарный порядок навести в каждом дворе, я повторяю, вымести, вычистить. Как вы понимаете, чистота, она должна быть идеальной. Председатели ТОС, это ваша работа, городскую среду мы там приведем в идеальный вид. Но где ТОС, где наши активисты, чем они занимаются, так нельзя. Давайте-ка займемся этим серьезно. Грязь, антисанитария, паутина на окнах подъездов. Чтобы Сочин сыновили порядок в своих домах и дворах, каждую субботу, вплоть до самого Дня города, в Сочи объявлены субботники. Первый пройдет уже 29 октября. У нас есть посадочный материал, у нас есть пальмы. Мы готовы, опять же повторяюсь, помочь вам в оформлении, в подсказке, в дизайне. У нас есть любые специалисты. Инспектирование показывает, что у нас между зданиями, жилыми домами, десятилетиями наблюдаются непонятные строения, навесы, сараи. Такие постройки наблюдаются везде и повсеместно. Вот с этим злом надо вести серьезную войну. Поэтому главы районов, пожалуйста, департамент архитектуры, правовое управление, гаражи, которые стоят незаконно, хозбытовые постройки, которые десятилетиями наблюдаются, и мы до них не доберемся никак, портят архитектурный облик города. Всему этому надо объявить войну. Тосовцам и домкомам необходимо обращать внимание и на брошенный во дворах транспорт. По заявкам общественников, районы администрации готовы решать и этот вопрос. Кстати, районы курорта к празднику уже готовы и помимо развлекательных программ подготовили городу свои подарки. Это памятники, детские площадки, новые дороги, набережные клумбы и многое другое, что призвано сделать жизнь сочинцев еще комфортнее. Также по решению руководства Сочи к 21 ноября на курорте зацветет полмиллиона сезонных цветов. Высадят в разных уголках города и полторы тысячи различных деревьев и порядка 22 тысяч кустарников. Но участие ждут и от самих горожан. А для мотивации и стимула – десятки конкурсов ко дню города. Время подать заявки еще есть. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.